Владимир Путин поручил продлить гуманитарную паузу в Алеппо во избежание бессмысленных жертв. 4 ноября режим тишины действует с 9 часов утра до 19 вечера. Тем временем боевики пытаются всеми силами сорвать выход мирных жителей из Алеппо. Они установили цену за гуманитарные коридоры в размере 150 тысяч сирийских лир. Это примерно 300 долларов с человека. Причем пропускать террористы будут не всех. Их предложение касается только жителей до 14 и старше 55 лет. Для сирийцев, которые до сих пор остаются в районе восточного Алеппо, это просто неподъемная сумма. Денег не хватает даже на продукты, поэтому шансов покинуть осажденный город у них практически нет. Сейчас в районе Алеппо создано 8 гуманитарных коридоров. По ним и мирное население, и боевики могут покинуть город. Но террористы не выпускают жителей, прикрываясь ими как живым щитом. Тем временем в ООН обвинили сирийскую оппозицию в нарушении норм гуманитарного права. По данным организации, только за последние дни от интенсивных обстрелов погибло не менее 30 мирных жителей, в том числе и дети. Десятки людей были ранены. Впрочем, так называемая умеренная оппозиция не впервые нарушает нормы гуманитарного права в сирийском Алеппо. Ранее они прицельно обстреливали гуманитарные коридоры, чтобы не дать мирным жителям покинуть Алеппо.